71 лет прошло со дня тотальной депортации чеченцев и ингушей в республике Казахстан и Киргизию. Это было одной из самых страшных страниц истории чеченцев и ингушей. Это событие, в последствии которого до сих пор краеугольным камнем встают на пути восстановления исторической справедливости. Проходят годы, меняется все вокруг, но память о трагической истории нашего народа всегда остается с нами. Ее не вычеркнут, так как она оставила неизгладимый след в жизни нашего народа. Все меньше и меньше остается тех, кто был 23 февраля выдворен из родного очага на долгих 13 лет. Это были 13 лет холода, голода и мучений, 13 лет каждодневного ожидания возвращения на землю своих отцов и предков. То, что переселение в февральскую стужу сотен тысяч людей, среди которых огромный процент составляли дети, старики и женщины из южных регионов страны в истоке условия казахстанской зимы, само по себе является злодеянием. Даже без учета характера и особенностей такого переселения сомнений уже тогда не было. Именно поэтому во многом подробности событий февраля 1944 года долгие годы и десятилетия хранились в глубочайшей тайне. И сама эта тема, даже после 20-го съезда КПСС и разоблачения культа личности Сталина, обходилась молчанием СССР, поскольку являлась одним из самых неопровержимых и убедительных свидетельств преступного характера режима, почти 30 лет возглавлявшего страну. И в этом году, в канун трагической даты 23 февраля Нуродиловской гимназии культуры мира имени Айнудина Денисултанова, прошло мероприятие с приглашением очевидцев той страшной трагедии. Многим из приглашенных в феврале 1944 года было 4-5 лет. Были и те, кому было 14-15 лет. Пригласили также и известных поэтов Руслана Умаева, Умара Якиева. Мероприятие было подготовлено учащимся Нуродиловской гимназии культуры мира старших классов под руководством заместителя директора гимназии по учебной части Осма Шангиреевой. А началось мероприятие чтение указа Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Чечено-Ингушской ССР и об административном устройстве ее территории. Подписан указ председателем Президиума Верховного Совета СССР Михаилом Калининым и секретарем Президиума Верховного Совета СССР Горкиным. Далее учащиеся озвучили и другие указы и телеграммы. Телеграммы Берии Сталину, где он докладывает главнокомандующему о том, как подвигается операция по выселению чеченцев и ингушей. Ответные телеграммы от Сталина, где он объявляет благодарность частям и подразделениям войск НКВД за успешное выполнение правительственного задания, а также телеграммы о предоставлении их правительственным наградам. Сталина, Берии и Стражи, якобы с фронта на отдых пришли на постоль, их приютили в Чечне, не зная подвоха и лжи. С ними кровом и хлебом делился крестьянин простой, а выродки эти на местных хорчах жировали и метили в спину чеченцам коварный удар. Февральский мороз, всех войнахов теплушку загнали, стараясь ломить навсегда их душевный пандаль. Они сияли смерть и в пути, и в степях Казахстана, и вжигали, стреляли, морили, сажали бессонт. Но они оживали, цвели и смеялись шайтана, что хотел уничтожить их нравы и к жизни любовь. Ужасы смерти обычно убийц оживляют, и по себе они меряют всех остальных. Гибель одних здесь на подвиг других вдохновляют, грозное время растит всегда духом стальных. Пусть помнят и знают, крутые потомки шайтана, что мы из воронок способны светами взрастать. И будем мы вечно детьми своего Дегастана, и по-другому на нашей земле не бывать. Пусть помнят и знают, что мы из воронок. Пусть помнит Сталин победу свою, не бейте маму, прошу вас мою. Старушку седую прикладом бьют, не одну из ее не случайно убьют. Быть может бабушкой была она мне, что ночью вчерашней явилась во сне. Не плачьте, мужчины, сильнее будьте, зимний февральский тот день не забудьте. Ошибка истории сквозь года назовут, пройденный ссылки проклятый путь. Неужто забыли мы, крики и стоны, плачь женщин седых и вагоны загоны Глубокие раны, сквозь годы застоя, вынесли стоя, вынесем стоя Я понимал, да, так мало, не слышал стон, не слышал поез Что заглушал в пути безмерность всех наших горестых и слез Меня везли в вагоне скотском, где негде было даже сесть И до смерти я был голодный, но нечего мне было есть Я задавал вопрос упрямо, зачем везут под ветром, ой, бандюга ты за всех мне прямо Сказал безжалостный конвой, тогда подляс колёс железных Я горе взрослых понял вдруг, в глазах недавно безмитежных Глуждал осознанный испуг, я с детством в этот день расстался Я прежде больше быть не мог, февраль свистел и надрывался В горах орудовали банды-элементы, встречались среди них и откровенные враги советской власти А у какого народа их не было Но подавляющее большинство чеченцев и ингушей на поле боя от Тулу сохраняли верность родине И вносили доблестно вклад в нашу общую победу над агрессором Кому тогда не было известно о героическом погибшем под Сталинградом младшем сержанте Чеченце Хампашену Редилове, о котором по всем фронтам ходили легенды Именно он уничтожил 920 фашистов, взял в плен немало вражеских солдат и оружия Или об Ирбайхане Бейбулатове И 1 ноября 1943 года был удостоен звания Героя Советского Союза В стихотворении Александра Горшкова «Памяти жертв геноцида война» Их везли не в теплушках, а в дошатых вагонах Сквозь февральскую мглу на убийство, как скорбь по приказу вождей В ней злодеев в погонах, обрекая на смерть этот гордый народ Они мерзли в пути со слезами и скорби, покидая свой край с ярлыками врагов Поливая свой путь невиновную кровью, умирая вдали от родных очагов И не всем им хватило, даже ямы могильные Их снимали с вагонов и просто с угроб Это было во власти, власти всесильной Раз враги, значит можно ни в землю, ни в гроб Заклеймили врагами, кто от смерти не спасся И к лименным ходил, и младенец, и старый Кто за этих злодеев бесстрашно сражался, свою жизнь отдавая на победы алтарь Сколько их унесло лихолетий, невзгоды Сколько умерло их от болезней и бед, от страданий и зла, холодов и погоды Кто ответит за все, ведь ответа-то нет Сам ответь и реши, с кем ты ныне сегодня Кого праздник февральский готов закружить Или сердцем своим будешь теми, кто в скорби Кто февральскую боль не сумеет Проникло в партийное и государственное руководство как у нас в республике, так и в стране в целом По их указке и с молчаливого согласия их приспечника промзали судьбы целых народов Стихотворение Умара из Киева, Исповедь Скоро мне весною с позоран, тридцать лет исполнится, но я Продолжаю все писать в банкетах, что в краю чужом родился я Почему-то страшному велению был приказ остряпан на ходу И народ, мое преданное забвенье, оказался так в седьмом году И конвой суровый и жестокий, кованым тяжелым сапогом Землю нашу оскорнил на воду, и народ мое захоронил врагом Но за что я родом из-за уха, должен был родиться там вдали Почему мне отчий дом без стука до сих пор свободно не войти Передо мною на засов закрыты, и врата вратные мне края Последние ошибки не изжиты, мы за что страдаем, чья вина Лишь для виду громкие названия все селениям дали всем подряд Почему-то старые селения по названию ставим и узнаем Любопытством знаю, не страдаю, но ответит кто на мой вопрос Почему отец мой был не вправе, умереть, где он родился, рос Ровно через сорок лет, чуть больше, он покой нашел в родных горах Мне ничуть от этого не легче, на могиле я стою в слезах Любопытством точно не страдаю, но одно понятие все же хочу Кто же мне двери дома отца запер, и когда их открыть я смогу И войти без стука, как хозяин, и пройтись по узенькой тропе По которой дед ходил когда-то и скакал на резвом скакуне Несмотря на возраст, я седею, дети подрастают у меня Неужели и мои потомки мертвым повезут в его отца? А вот рассказ очевидца о той кровавой расправе Страница 150 часа, как я и белая книга Я родился и урос в хуторе Хайбах Голончорского района Когда выселили чеченцев и ингушей, я со своей семьей, как и многие другие Жил за селом на Кутане и пас колхозный скот О выселении мы узнали через несколько дней По горам прошла страшная весть, что в Хайбахе, загнав Кутан, сожгли людей Мы собрались и пошли туда, не верили в это, пока сами не увидели Крыша длинного Кутана сгорела и провалилась Стояла специфическая вонь Моих спутников, Махди, Махида и Маму, потянуло к роте Мы стояли оцепенево, когда пришли в себя, пошли вовнутрь и увидели ужасную картину Кутане остались одни обугливающиеся кости, мясо сгорело дотла Нас собралось там около сорока человек Выкопали яму, мы укладывали останки двенадцати человек На краю Кутана у противоположной стены я нашел останки Аднана, пяти Моих двородных брата и сестры, и Азы, и дочери пяти Аднан был обут войлочной сапожки, его ноги стояли в навозе Поэтому его тело не сгорело полностью Видимо, их первыми загнали в Кутан Я их троих захоронил в одной яме Когда я дотронулся до Аднана, его тело разломилось на две части Мы работали там трое суток, и эти дни я собомнил на всю жизнь И все возвернулось на круги своя Только вырвались мы из кошмарного ада И вернувшись набором в родные края И проведав родных за могильной оградой Мы пошли, побежали к своим очагам Где живут непонятные нам мусульмане Красный цвет ослепил и ударил в глаза Милицейский кордон выполняет задания Оцепление опять, как тогда в феврале Как волкам за плашки заходить не могите Хватит солнца на всех нас на этой земле По два метра земли под могильными плитами Мы прозрели, прозрели у черной полоски земли Той земли среди гор, что нам снилось вдали Бились лбом день за днем, как об стенку бетонную А вось прошибем, сдвинем с места эпоху застойную А потом мир, покой, униженья долой Мы вернемся домой, мы вернемся, вернемся домой Свято верили мы в справедливость Москвы Что родной ЦК по местам все расставит И очистим от грязи, пулы и молвы Свет в окошко пропустит, откроются ставни Передать бы письмо, ну а в черные Под посторонним заказом Мой народ посторонний у этих властей Дух мятежный, опасный для них, как проказа Вот уже сорок лет не доедем домой Только смерть разрешения на возвращение Но да здравствует жизнь, а врагам упокой Есть Всевышний Васуд и за все отобщение Мы прозрели, прозрели у высокой Кремлевской стены У вождя в мавзолее глаза не видны Нам бы в эти глаза заглянуть, заглянуть Мы наивны, а они, как обычно, соврут Но придет к нам покой, униженья долой Мы вернемся домой Мы вернемся, вернемся, вернемся домой Верьте Замкнутый круг Дни мои сочтены, и печально куски Разрывает мне грудь Жизнь зажата в тиски Дни мои сочтены, замыкается круг Если были грехи, ты прости меня, друг Я прошу, завещание мое не забудь Пусть на очи с земли завершится мой путь Хоть и жить мне вдали, напорочил Аллах Я покой обрету лишь в Кавказских горах На могилу мою не лезь слезы и грусть Если можно, прошу, мне стихи пусть прочтут И не громкие нет Про покой и уют, как издрево нас честь свою берегут Знаю я, нелегко обозначить в стихах Маму, женщину, мать, как любили в горах Как у нас среди скал тихо щепчет родник Как я с детства, мой друг, к этим скалам привык Ты прости, дорогой, обо всем не спеша Чтоб в могиле моей не страдала душа Уходя, не забудь поклониться, сказать Почему мне пришлось на чужбине страдать Почему я не смог наслаждаться, любить Здесь в кровью мне родном и дерзать, и творить Почему мой отец тут не вправе был жить Его тоже сюда привезли хоронить Слово данное мне, дорогой ты сдержал Мое тело земле, ты родной нам предал Неужели и сын будет право лишен Здесь хозяином быть, знаю, должен лишь он ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА КАРАЗНОЕ ПОЭТИ ПОЭТО ПОЭТО ВОЛКАРСКОГО НОРОДА КРИСТИНА ПУРЕВА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Машины, чтоб теперь он изогнел Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Другов встретил Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 В этом году исполнится 71 год. 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 В этот вечер прозвучало много стихотворений гостей мероприятия. Умара Якиева, Руслана Умаева, Мусы Гусеева о депортации. О том, как проходило выселение, рассказали очевидцы. Жители села Нурадилова Хамид Мажидов, Лема Дудалов, Сарпаил Тайнабеков и Вагидат Рашидова. Каждый рассказывал историю своей семьи, но объединяло их одно. Везде присутствовал холод, голод, смерть близких и долгие ожидания возвращения домой. В свою очередь, глава села Нурадилова Хамид Мажид Мажидов, глава села Нурадилова Хамзат Хатайо поблагодарил организаторов мероприятия. Спасибо учащимся и организатору ОСМИ Шангирееву за проведенную работу. Это нужно прежде всего молодым, кто не видел всех ужасов выселения. Такое нельзя забывать. И дай Аллах, чтобы вы никогда не видели в своей жизни подобного, сказал он. Субтитры создавал DimaTorzok